Привет, зрители! Я наконец-то созрела сделать творог на закваске Багдрав на основе сливок. Я нашла в интернете еще, наверное, в январе этот рецепт на одном сайте хлебопечка.ру, кажется. И вот там в комментах к рецепту на молоке творога на заквасках Багдрав был такой же похожий рецепт на сливках. Что выходит чуть меньше сливки, чем, допустим, если делать творог на молоке. Ну, я вчера, когда ездила на велике в Ашан, вот специально купила, как бы они продаются и в магните, но у нас в магните они по 59 с копейками, а в Ашане по 49. В чем разница, вообще не знаю. Одни и те же сливки, на десятку разница. Я хотела, конечно, как бы посвежее, но они, вон, живут 9 дней. В каментах у человека 15 дней жили сливки. Тут 500 грамм, полтора кг получается. И, в принципе, у нас тоже были в магните, по-моему, треть коробочки. И, и, но, дороже. А в Ашане чуть больше коробочек. Все вот примерно этого с рукогодности. И я вот выбрала их. И сейчас я перелью их в кастрюльку. Доведу до температуры 40 градусов и разведу один из пакетиков. Один пакетик у меня пойдет, но я потом, может, сделаю, ну, в смысле, уже на молоке сделаю. У меня коробочка почему-то намокла. Возможно, там что-то такое из морозилки доставала, надвертый холодильник оставила. Оно разморозилось и задела коробочку. Инструкция по применению у меня сохнет вот здесь. У меня, конечно, остались еще пара коробочек чисто в носах. Ну, как бы на памятник, бакс-драфтом, с первого моего сотрудничества с этой фирмой. И там есть инструкции по применению. Но я куда-то их положила в очень близкое место. Очень долго искать. Поэтому я решила, что как бы воспользуюсь инструкцией, которая есть вот у меня внутри телефона. Там как раз те же самые закваски использовать. Вот я перелила сюда все три баночки, коробочки. Так я узнала, что у меня такая стрюля где-то так на полтора литра. Похожу. И сейчас я поставлю ее на газ. Когда я поставила, было 36 минут. Сейчас я пока достану наш термометр. Для пищи. В общем, у меня тут показалось 43 градуса. В принципе, уже можно как бы и разводить закваску. Я выключила газ. И сейчас разрежу этот пакетик, засыплю в чашечку и снова запишу. Порошок в чашечке и 3 столовых деревянных ложки сливок залить в чашечку. Тщательно размешать, а потом вылить обратно. И все это просто перелить вот сюда. Покажу на всякий случай для тех, кто вдруг что-то не понял. Здесь у меня был порошок. Я добавила 3 вот таких деревянных ложки к порошку этому. И сейчас вот чуть-чуть не перемешиваю. Чашки ничего не осталось. Никакого порошка. Теперь аккуратненько перемешаю здесь. А после сливки с закваской перелью в чашу для миндальноварки. И я думаю, что оптимальный вариант оставить часов на 5. Ну, сначала на 4 часа, потом проверю на подогрев. Даже, наверное, сначала на 2 часа. Можно было пойти, допустим, погулять. Или чем-то другим заняться. Вот, я перевела ее. Открываем крышечкой. И включаем подогрев. Сейчас у нас 49 минут. Грубо говоря, без 10.3. Без 10.5 можно будет это проверить. Не смотрите, что тут 25 апреля. У меня часы на день вперед. Прошло чуть больше 2 часов. И я думаю, временно выключить подогрев. Потому что, как бы, тепло оно и долг сохраняет. А сейчас уже как... В общем, чуть больше, чем нужно тепла. Поэтому, ну, может, это через полчасика я его проверю. Или через часик. Спустя 2 часа я вот включила снова подогрев. Почти 5 часов прошло. 2 часа я на подогреве. 2 часа без него. И вот еще час у нас. Или чуть больше. Так, ножик большой. Ну, все равно пока еще. Внезапно. 7 часов 50 минут. Хоть тут и 40 написано. Короче говоря, пока я тут писала. Мой уход на май. У меня тут, по-моему, уже все подошло. Ну, я надеюсь. По инструкции-то оно как бы 7 часов и должно было сидеть там. Но, или это что-то не так со сливками. Мне вообще кажется, что 10% сливки – это молоко, в которое чуть-чуть добавили жирности. Ну, что даже кефир бы уже стал кефиром за это время. А тут просто пенка. Не удивлюсь, если пакетик этого самого у меня уйдет в никуда. Ну-ка, ся. Хотя вот от ножика пахнет уже как бы творогом. А по вкусу, так вообще как сметана кефирная. Я поэтому, наверное, немножко добавлю сейчас газика. Ну, в смысле тепла. Тут у меня где-то около 60 градусов. Потому что, по ощущениям, я как-то уже проверяла щупом этим. Ну, в смысле термометром. Термощупом. Ну, и так как я сейчас планирую помонтировать, щей поесть, посуду домыть, то вполне себе еще не уснул. 23.07. Зрители, зрители, оно таки получается. Я его сейчас ложечкой помешала. Ну, в смысле, как пару раз открыла крышку. И видно было, что там вроде как уже сыворотка отходит. И сейчас я ложечкой вот этой вот помешала. И оно вот такое комочками. У меня, конечно, не получилось так вот, чтобы был ровный такой слой из густок там его порезать. Уж не знаю, с чем свяна. Но я первый раз вообще таким образом делаю творог. Делала как-то вот специально из сыворотки. Ну, в смысле, из простокваши, из обычного молока там от фермеров. Ну, или делала, допустим, заморозкой кефирчика коробочки в морозилке. Так вот делала вообще впервые. Так что там, по-моему, надо как-то... По рецепту-то 7 часов оно вроде сгреется при 40 градусах. Ну, это было в мультиварке на режиме там йогурта и детского питания. А потом полчаса на 60 градусах. Ну, полчаса еще не совсем прошло. Я думала, тут можно немножко подольше как бы подержать. Там как бы полчаса на 60 градусах. Еще оно как бы стоит, остывает. Что-то в этом роде. Я, пожалуй, там... Ну, и как бы сказано, что если надо мягкий совсем творог, как вот если бы заморозили йогурт, этот кефир, потом разборозили, то полчаса. А если надо как бы нормальный такой плотненький творог, то, конечно, подольше. Я думаю, вот подольше я подержу, чем полчаса. На 23-40 я его выключу. Он будет остывать. А потом, когда уже остынет, я с него стыжу сыворотку. А его самого... Вот он у меня просто творогом. Вообще, в детстве я любила творожок кусочками. Посыпанный песочком. Не знаю уж, получится у меня тут творожок кусочками, чтобы его посыпать песочком. Прошло времени чуть меньше часа. 53 минуты. Потому что без 20 я как раз его поставила на этот самый максимум. В общем, сейчас я это выключу совсем. Вот он. То, что я немножко мешала ложкой. Думаю, можно оставить, наверное, даже не покрывая крышкой. Но на ночь-то я, конечно, покрою крышкой, потому что у меня тут есть одно очень буйное животное, которое рвется иногда, прям дверь открыть на улицу. Хотя последний раз в упряжке, когда гуляла, потерялась. Ну, крышечкой пока мы. В общем, в 3 часа я без 10 и 3 поставила. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Практически 9 часов у нас на это все ушло. Ну, это мой первый эксперимент. Надеюсь, с молоком у меня... Ну, а если от сливок много выйдет? Как и пишут там где-то... Ну, как бы с 2 литров молока вышло 580 грамм у человека. Творога, а вот со сливок там что-то около... С 1,5 литра сливок где-то около 600 грамм. Ну, посмотрю, короче. Мне все равно, в принципе, в эту медленоварку, если... Делать, опять же, на молоке, то надо будет только 1,5 литра максимум. Ну, или там 1,8 литра. Потому что она на 2 литра. Так что, в принципе, можно и на 1,5 молока сделать. В итоге, я решила сделать проще. Я просто вытащила из розетки медленоварку. Достала этот горшочек. А он саму медленоварку... Убрала сюда. Покрою крышкой потом. И он сам по себе, как бы, глина долго остывает. А еще долго сохраняется тепло в самой медленоварке. То я решила, что так будет быстрее остывать. Если ее излечит от горшочек. Ну, и вообще, как бы, советуется даже вот в этой книжечке. Когда вы собираетесь ее помыть, то лучше взять горшочек отдельно от самой внешней теплой части кастрюльки. Этой медленоварки. И он быстрее остынет. Соответственно, его быстрее после этого можно вымыть. Вот он у нас будет остывать. А потом мне надо было найти. У меня где-то лежит очень большой мод. Марли. И я, как бы, на какую-нибудь кастрюльку поставлю дуршлаг. Дуршлаг, положу марли в 2-3 слоя. И перелью наш творожок будущий. Но это тоже буду потом фиксировать на камеру. Вот я тут уже подготовила. У меня был кусок марли. Я им не пользовалась еще. И кусок марли, он, как бы, розовый. Я уже его стирала. Я им покрывала варенье. Даже использовала, ну, в смысле, когда вот сварите варенье, лучше покрыть марлей, чтобы всякая хрень туда не нападала при случае, когда оно остывает. И использовала так же, когда делала творог. Из коровьего, фермерского, в смысле, молока. У меня 3 таких оказалось. Еще куска больших, отдельных. Может быть, еще где-то марли лежит, не знаю. Ну, в общем, я один такой квадратик отсоединила. Сложила его в несколько раз и покрыла на случай, ну, мало ли, что сюда упадет вот так вот. Даже если это глупое животное будет, тут вдруг прыгнет, а оно что-то сейчас линяет, мне кажется, оно вообще круглогодично линяет, чтобы туда всякие волосы не попали. Ну, так-то оно, конечно, не спасет, если вдруг животное решит, что это дофига съедобное и надо сожрать. Хотя вот творог, он у меня вроде как не ест. Ну, может быть, оно чуть медленнее будет остывать. Ну, по крайней мере, точно буду знать, что туда ничего не упадет, ненужное. Когда вот оно совсем, ну, может, не настолько горячее будет, я его решила все-таки вот сюда перелить. Конечно, у меня нет, как вот, допустим, на механке было, там можно было подвесить какой-то крючочек был на ручку там, шкафа над столом. Нет крючочка, как вот у моей тети, там она вешает так же тварок, чтобы он стекал. Ну, хотя бы просто вот в таком виде может постекать. Можно будет более-менее безопасно оставить на ночь. Ну, там покрою крышкой сверху еще. Может быть, даже уберу в стол. Вот наше время. На самом деле, 25-е сегодня. У меня часы на день вперед. 1.55. Ну, мы прошли где-то 2 часа. Я марлечку положила поверх тех двух кусочков. И сейчас постараюсь как-то аккуратно это переложить, либо перелить. Но уже стало менее такое горячее. Вообще было 79 градусов. Сейчас глянем, сколько у нас тут сейчас его. то, что у меня осталось здесь. и то, что у меня сюда перелилось. Вообще, слушайте, прилично. С полтора-то литра сливок, то рога. С молока-то было бы с куськи нос. Сейчас я это вот ложкой выскоблю. Кстати, по вкусу вкусненький, хотя еще тепленький. Чуть-чуть тепленький. Выскоблю и вот сюда добавлю. Теперь все. Мягкий, чуть сладковатый вкус у него. Ну, такой очень сладкий. Мягко-сладкий. Ел бы у меня кота как творог, можно было бы... Было бы это вообще резиновое, можно было бы вывернуть наизнанку. Конечно, она еще не вся стекла, но вот большая часть. Не особо много сыворотки, на самом деле действительно получилось. Ну, а я сейчас это куда-нибудь постараюсь убрать от своего любопытного кота, который при желании везде суется. Собрала немножко, но он как бы, если руками его внезапно выжимать, во-первых, иногда сок течет по руке. Ну, сыворотка. А иногда просто еще как бы не то чтобы горячо, но ощущается это тепло от творога еще оставшаяся. Вот видно, что он уже слегка подвыжат, и это я решила слегка ускорить процесс, но творогу стало тесно, и он пошел по верху, благо вовремя увидела. Ну, немножко поела творога теплого. Уже оставлю это, ну, наверное, поставлю на тарелку, либо же из кастрюли вот, ну, подставлю тарелку под это, перелю из кастрюли куда-нибудь. Нам, может быть, убрать в холодильник. Как-то. Или все-таки лучше просто в стол поставить. Подчиняться только надо будет от этой медленной варки. Либо же я ее извлеку на время, а кастрюлю поставлю в стол. Вот тут наша сыворотка, и мне сейчас ее надо куда-нибудь перелить. Банки у меня на балконе. В принципе, можно сходить и за банкой. Ну, или можно перелить в чашку. Хотя, возможно, чашки-то тут одной мало будет. Рискну творогом, пойду сейчас до балкона за баночкой какой-нибудь. Еще немного осталось сыворотки, но наверняка еще скапает. Ну, вот у нас литровая банка, и она даже меньше, чем наполовину. Ну, чуть меньше, чем пол-литра сыворотки вышло. Учитывая, что у нас было полтора литра. Не знаю, может, мне там кто поправит, что в банке в коробочке 500 грамм. Может быть, даже меньше литра было. В общем, вышло у нас тут приличненько творожка. И сыворотки действительно мало. Обычно с литра молока, допустим, где-то 200 грамм творога. И 800 где-то так миллилитров у меня получалось, допустим, молока. Ну, сыворотки с молока. У меня еще тепленькая. Можно покрыть крышкой, поставить на окно. Можно просто убрать в стул пока. Кто рано встает, кто много раз ждет. Чтоб много не жрать, надо позже вставать, зритель. Модифицированный мной двумя последними строчками стишок, модифицированный моей подругой. Про кто рано встает. Вот я достала, но у меня он там был. Я его прикрыл, тарелочкой придавила. Кстати, да, вот там еще натекло сыворотки. Но ни одной рукой не очень удобно. Я сейчас это разберу и покажу, что вышло. Вот оно слегка опало. Я думаю, надо было чем-то потяжелее приложить, но это я уже подумала, когда сейчас вот встала. Сейчас я его как-нибудь попробую. Наверное, слегка заверну, а потом уже перекину в другую тарелочку чистую. Это оно без старой. Тут 54 грамма. 57 минут. Тут как бы еще вот эта штучка. И на ней, кстати, налипла. У меня низ чистилась еще. Я думаю, в следующий раз надо попробовать подольше поварить, чтобы он все-таки покрепче был. Ну и слушайте, нормальный выход такой с полтора коробочка. Ну, в смысле, с полтора литра сливок, с трех коробочек сливок по 500 грамм. Мягкий такой, приятный творог. Можно добавить какого-нибудь варенья до вкуса. Я потом аккуратненько счищу с этой марлечки, потому что оно как бы не отваливается у меня. А трясти оно в разные стороны идет. На ногте творог. Ну, тут где-то есть вот след от марлечки, а сверху это я уже осыпала то, что прикипло. Конечно, может быть, стоит потом приобрести форму для творога. Видела такую на зону. Это вот как раз для таких, как я, у кого некуда повесить эту вот марлечку, чтобы оно безопасно висело и стекало. Как бы тут не настолько длинные ручки, чтобы ну, ни сюда не выпирать, чтобы можно было как-то вот привесить над столом, если надо тогда будет какой-нибудь крючочек или крючочек на год приобрести. Или формочку. Вот на озоне я такое видела. Там специально под творог. Ну, если оно действительно вот поможет освободиться от жидкости творогой и спрессовать его стекло, то, как читаю камент и приобрету себе. У нас вроде как база выдачи работает. Несмотря на то, что до 30 апреля мы на карантине по России. Причем те, кто болеют, те, кто не болеют. Ну, такой характерный для России, как обычно, закон и как обычно карантин. В общем, всем спасибо, кто усилил сей ролик. Вместе со мной делал этот заочно, допустим, мысленно хотя бы творожок. Мой первый опыт творога на заквасках Баксдраф. Ну, и ссылочку на Баксдраф я оставлю в инфобоксе. Всем пока!